«Я очень расстраивалась из-за того, что выжила, потому что мне было очень тяжело принять новую себя. Но я поняла, что сейчас хоть и без ноги, но я сижу и живу, могу встать и пойти. Да, с костылями, но могу». По этой причине Руслана Данилкина каждый день встаёт и выходит на прогулку по родной Одессе. Девушке 19 лет. Год назад она решила встать на защиту Украины и добровольно ушла на фронт. «Я понимала, что не могу сделать что-то большое, но я могу попробовать делать хоть что-то. Я думала, что хоть небольшой какой-то вклад поможет моей стране. Поэтому я собрала вещи и уехала». Сначала Руслане доверили работу с документами. Но она быстро поняла, что хочет находиться ближе к фронту. Из-за юного возраста тогда ещё 18-летние девушки несколько раз отказывали. Однако благодаря настойчивости Руслана всё-таки добилась своего и стала связисткой. Ежедневная служба продолжалась вплоть до дня, который разделила её жизнь на до и после. 10 февраля Руслана вместе со служивцами выполняла боевое задание в Херсонской области. «Я была, как всегда, в хорошем настроении. Всё было хорошо». Вдруг начался артиллерийский обстрел. Осколки кассетного снаряда попали в пассажирское сиденье. «Момент взрыва и как-то бессознательно я спрятала голову. А потом смотрю, что я уже держусь за колено. И сразу поняла, что произошло. Я не хотела в это верить. Я спрашивала у сослуживцев, кричала, что там. А ответа не было». И если бы не медики, которые находились неподалёку и вовремя оказали первую помощь, Руслана могла бы погибнуть от потери крови. «Я тогда уже поняла, когда меня переложили в автобус, я уже увидела, что нога сбоку. И всё. Закрыла глаза и ехала в больницу. Меня там уже прооперировали, потому что у меня была очень большая потеря крови. И оттуда меня в тот же день эвакуировали в Николаев, более безопасный город. В Николаеве пробыла трое суток и уже тогда переехала в Одессу. С тех пор, я думаю, что когда я приехала в Одессу, мне стало как-то морально легче. Я вдохнула свой родной город и с того момента начала бороться за свою жизнь». Девушка продолжает бороться каждый день. Руслана перенесла пять операций и сейчас проходит реабилитацию в санатории. «Нахожусь на этапе заживания ноги, перематываю бинтами и снимаю замеры ноги. Когда она перестанет худеть, тогда уже будем приступать к протезированию». Благодаря пожертвованиям удалось собрать более 70 тысяч долларов на протез для Русланы. «Хотели именно отто-бок, потому что он многофункциональный. В нём есть всё. В нём можно плавать, передвигаться по песку, бегать долгое время. И поэтому мы хотели именно его, потому что с механическим немного неудобно. И поэтому открыли счёт. И люди, которые хотели, помогали. Удалось собрать очень быстро. Мы не ожидали такого результата». «Благодаря своей жажде к жизни Руслана стала одним из символов силы и несукрушимости. Впрочем, потерю своей ноги девушка приняла не сразу. «Я не могу сказать точную дату, было так. Я вроде приняла всё, всё в порядке, привыкла к себе. Выхожу на улицу, прошлась, прихожу в палату и понимаю – нет». «Даже через три-четыре недели я вышла на прогулку, смотрю фотографии, меня брат сфотографировал недавно, а я без ноги. То есть до сих пор бывает такое, что я забываю. И я считаю, что даже до сих пор нет полного осознания, что вот всё». С момента трагедии прошло почти два месяца. Но фантомные боли до сих пор преследуют девушку. «Я очень давно отказалась от внутримышечных обезболивающих. Я пришла к решению, что надо прекращать их пить и чувствовать ногу, как есть. И поэтому я перестала всё пить. Фантомные боли вернулись, стали более болезненными. Со временем они начали притупляться. Когда я начала беседовать с психологом, она мне начала объяснять, как именно я должна доносить своему мозгу, что ножки уже нет, потому что он помнит мой образ, который был раньше, и даёт туда импульс. Из-за этого возникают болезненные ощущения». «Мой образ, который был раньше, даёт туда импульс, и из-за этого выникают болезненные ощущения». Несмотря на все испытания, Руслана хочет мотивировать других пострадавших от войны людей, чтобы они не теряли веры в жизнь. «Я хочу жить, я хочу показывать людям то, что это возможно. Моя самая простая мечта – встать на коньки и поехать. Мечтаю о велосипеде. Если у меня нет ноги, это же не значит, что я всё. Хочу показывать людям, что всё возможно, что не надо сидеть и прятаться, что у вас что-то случилось. Да, это страшно, это больно, но жизнь продолжается, её надо жить». Жизнь продолжается, её надо жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова